Алиса, не мешай, Тая хочет сама. Ой, кушает. Иди, вон где ее столбик. Где ее столбик, Тая? Я не вижу ее столбик. Я помогу сейчас. А вон ее столбик, Тая, иди. Иди. Прицепляй. Утро в деревне, да, Алиса? Начинается у нас так. Давай, Таечка. Ох уж и непослушная коза. Ой. Ой. Алиса, давай, тяни, тяни. Она хочет молочка попить у нее. Тая, не хочешь Алисе помочь? Утро в деревне. Да, покой. Утро в деревне. Утро в деревне. Кокасики. Ура, Алиса справилась. Доченька, понравилось тебе козу выводить? Ага. Тая, а тебе понравилось козу выводить? Пойдемте сейчас завтракать. Кто первый побежит домой? Давай. Тапок потеряла. Я побегу первый. Вот сегодня сосед отдал старую качелю. Сейчас будем думать, где ее поставить для детворы. Мы хотим сделать детскую площадку для детей. Здесь мы сделали такой домик. Немножко еще в доработке, но дети здесь уже освоились. Уже все, что можно было разбросать, разбросали. Даже ракушки нанесли. Думаю, в ближайшее время доделаю этот домик. А площадку хотим мы сделать... Вот здесь. Здесь еще недоделанная немножко горка. Нету поручней. Никак руки не доходят. И где-то вот здесь вот в тени поставить качелю под орехом. Здесь шикарный орех. Очень старый. Эта кровать у нас вместо батута. Ну, мусор везде зарос сорняками. Извиняюсь. С женой работаем оба. Через неделю пойдем в отпуск. Я думаю, наведем порядок. Так, чем занимаетесь? Кушаем нам. А кто сделал эту корзинку? Мама. 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 А из чего мама ее сделала? Из бумаги. Из бумаги. И из клея. И из клея. В общем, вот мы принесли ту самую качелю под тот самый орех. Сейчас наша задача добавить вот эти вот стойки. Вот одна стойка. Потому что ее срезали, бетон остался в земле. И вторая стойка. Чтобы это получилось ровно, я использую. Вот такой вот швелерок оцинкованный, как направляющий. В общем, этот швелерок подкладываем под трубу. И вторую трубу, которую будем приваривать, вложим. Чтобы не было внизу зазора. Ну, трубы немножко разные поршения, но это большой роли не сыграет. Вот так вот мы будем приваривать. Это почти все уйдет вниз в бетон. Сейчас я принесу сварку. Здесь у меня все. И роба. Главное ничего не нажать. И электроды. Маска. Перчатки. И сварка. Тая, Алиса, Ева. Хотите через эту маску посмотреть на солнце? Да. В этой маске можно смотреть на солнце. А ну, где там у нас солнце? Ой. Па, можно я посмотрю на солнце? Вот там такая точка. Так, кто первый? Я. Нет, я. Я. А ну. Видно? Решите, ты там, где нашу штуку решит. Оно зеленое. Я тоже хочу. Оно зеленое. Солнце зеленое. Зеленое солнце. Ай, зеленое солнце. Смотри на солнце зеленое. Оно нет. Подождите. Тай, аккуратно. Подойдите, да. Где сварка ведет? Ведет. Ведет, Ая? Ведет. Вот эта сварка защищает глазки. Когда я варю, излучение идет, как от солнышка. Ну, здравствуй, солнце зеленое. И может глазки загореть, как на солнышке. Вот загораете, и потом кожа болит. Глазки тоже от лучей ультрафиолетовых. Подбери. Что это за робот? Баба. Так, ну все. Она у меня большая. Большая, конечно. Она же для взрослых. Нет. Так. Нет. Я мопать. Я мопать. Ева, расскажи, что ты тут нашла? Принесла мне. Стариную пленку. Наши дети даже не знают, что это такое. Старинная пленка. Это видеокассета называется. На ней могут быть фильмы, мультфильмы записаны. А можно ее посмотреть дома? Дома? А куда ты ее вставишь? Здесь вот так вот она открывается. Вот здесь кнопочка, вот так вот, раз. Здесь пленка. Она магнитная, на ней ничего не видно. Я знаю. Можно яблот? Яблот, яблот. В общем, частично дело сделано. Здесь, видите, я приварил два кусочка трубы. Основная часть идет в бетон, в землю. Здесь тоже. Вот. Здесь хотелось бы поговорить об одном моменте. Эта часть трубы оцинкованная. Вот. Просто другого куска у меня не нашлось. Сейчас я вам расскажу, какие минусы при сварке. Ну, идет искрообразование лишнее. То есть, брызгает, брызжет в разные стороны искры. И второй минус. Выделяется оксид цинка, он очень ядовитый. Вот. Можно получить отравление. Поэтому, когда варите, желательно выбирать направление ветра, чтобы дуло от вас. Чтобы вы не вдыхали этот дым, воздух. Вот. Вот. Я думаю, в ближайшее время устанавливаю эту качелью. Вот. Если дети опять не помешают. Еще момент, когда варите, сюда надо быть начеку, чтобы не попали дети. Не смотрели на сварку. А что я не снимала? Что? Работа, работай. Не знаю, от чего он выключился, я ничего не поняла. А чем отличается самодельный бур от несамодельного? Несамодельный подается в магазине. Слушай, там что-то попалось. Клад. Да, наверное, корень. Так это самодельный бур. Да. Сейчас. Здрасте. Буримся. Там он сверлит дыру. Клад на откопал. Склад откопал? Да. Склад, склад. Так ты снимаешь? Да. Корни на ляде. Ну да, говорит, корни, скорее всего там. Набросали. А что тут делаешь? Да вот. Взял у соседа бур. Пытаюсь пробурить для качели. Как это правильно называется? Отверстие. Вот. Дети мне тут активно помогают. Думаю, что скоро заборюсь. Вот такой вот бур самодельный. Ноу-хау, так сказать. А ты мерил, да? Да. Отходим, чтобы в камеру не попасть. Денис. А я не помоги, так и лови. Денис, помоги, лови. Тая, ты где? Я не буду Тащу снимать. Тая. Снимать Таня. Не надо. Тая. Тая, ку-ку. Тая. Ты где? Мама тебя потеряла. Ты где? Тая. Тая. А как ты туда залезла? Вот так можно использовать чемодан. И в путешествии. Тая, вылезай оттуда, пожалуйста. Таечек. А? Выезжай. Выезжай оттуда. Не надо там сидеть, дочь. Ну, бурей тогда. Ну, тогда бурю. Хочу. Вылезай, вылезай, дочь. Еще один клад. В общем, не знаю. Вот она, качелька. Вот ее уже вкопал. Осталось запетанировать. Вот, приготовил что-то. Гравий какой-то непонятный. Пойдет. Подвесил, чтобы детвора не цеплялась. Думал, вообще ничего не сделаю. Уже думал, должно было быть бетон. Ну, дети активно помогали. Выхватывали бурю друг у друга. Надо было, наверное, тоже заснять. Сложил свою сварку. Рекламирую. Вот старый чемодан. Не выбрасывайте старые чемоданы. Смотрите, все как аккуратно упаковано. Вот. Даже еще что-то можно положить. Ну. Что будет дальше, снимем дальше. Иногда так бывает, что фрукты делать просто некуда. Вот. Насобирал ведро яблок. Что с ними делать? В таком случае я думаю, лучше их переработать на молоко. Вот здесь у нас находится агрегат по переработке фруктов на молоко. Все. Переработка начинается. Завтра утром будет вкусное яблочное молоко. Не будем откликать. Животное отработает. Яблочное масло. Субтитры сделал DimaTorzok